В этой части я буду рисовать полностью стойку монитора. Буду использовать различные выделения, всякие перемещения. Постараюсь обойтись без каких-то сложных, особых техник. Может даже у меня это получится. Кто знает. И начну я с того, что я сначала подвину свет, чтобы он стоял более-менее ровно. И было все это посимметричнее. Потом я уже начну по-всякому переставлять всякие эти проводочки, всякие стойки. По-всякому их выравнивать. Просто чтобы найти какую-то удачную идею. И может быть я ее найду. Сейчас я навожу порядок в своих слоях в папках. У меня немножко глючит сейчас планшет. Но тем не менее я продолжаю рисовать свет на мониторе, который почему-то у меня стерся. Я его случайно стер, когда ставил освещение на сам монитор. И поэтому стер случайно освещение с его рамой. Но ничего страшного. Сейчас я нарисую ее заново. Может получиться даже чуть-чуть получше. Главное помнить про источники света. Где они находятся. Под каким углом падают. И насколько они яркие. Здесь самое главное проводить именно по краю. То есть это будет фактически цветная обводка. Более прозрачные пиксели, они уже будут заходить именно на саму раму. Но самая яркая часть, самые яркие пиксели, они должны быть буквально на краю. Белый свет у нас будет падать от монитора. Поэтому я нижнюю сделал уже белым светом, а не цветным. После того, как освещение монитора я закончил. А я приступаю уже к стойкам. На которых, собственно, этот монитор будет стоять. Вообще мне показалось, что сами эти стойки, они довольно-таки тонкие для такой махины. Поэтому будет вполне логичным сделать их пошире. Но сначала я просто закрасил то, что есть, чтобы посмотреть, что из этого получится. А чуть попозже я все-таки их сделаю пошире. Сейчас я мягкой кистью добавил что-то вроде тени. А внизу сейчас тем же способом я добавлю освещение. Точнее, даже можно сказать, рефлексы, которые падают на сад голубых ламп. Сейчас пока более такой яркий цвет. В принципе, то же самое, что мы делали и до этого. Когда я их выровнял по центру с программными средствами, они как-то неровно встали с первого взгляда. Хотя они встали именно по центру. Поэтому пришлось все это разрезать на отдельные части. И каждую отдельную часть размещать по центру. Получилось не совсем то, что я хотел, но получилось вполне ровно. А значит, все в порядке. И теперь я пробую эти стойки утолщить, что ли. А делаю их парными, там, тройными. Такой вариант мне, в принципе, нравится больше, чем я делал скетч до этого. Он хоть и выглядит более пустынно, но как-то мне так даже больше нравится. Здесь при трансформации важно выставить интерполяцию по соседним. То есть, по сути, ее практически и нет, эта интерполяция. Иначе вот эти наши пиксели, они просто очень сильно размажутся и будет выглядеть некрасиво. Теперь стойка выглядит уже более надежной. И я смотрю, нужны ли эти провода здесь сверху. В том числе и сам этот кронштейн. А так как без них, мне, в принципе, композиция нравится больше. Но и к тому же, просто учитывая, сколько будет падающих элементов, там всякие бомбы, ящики, турели, там всякие шипы напольные, мне кажется, что сильно нагружать фон, это было бы довольно глупо. Но пока я все еще прорисовываю эту идею, потому что у меня еще новая идея, скажем так, не сформировалась до конца. И я пока просто заканчиваю старую, потому что, может быть, она будет смотреться лучше, чем я думаю. Для экономии времени я использую всякие различные выделения, волшебные палочки и маски слоя. Так как выводить попиксельно все это было бы очень долго и муторно. У меня бы на одну эту стойку, наверное, ушло около полтора часа. Точнее, полутора часа. А так у меня на все это, на все это видео, в принципе, ушло буквально 28 минут. И, в принципе, я считаю, это нормально для такой вот небольшой работки. Все еще продолжаю с крайнштейном, добавляю всякие мелкие детальки о тени, ну и, конечно же, освещение от боковых ламп. Здесь главное соблюдать симметрию, но при этом даже, наверное, не симметрию, а сам ритм, чтобы все это было похожим, но не совсем уж одинаковым. То есть вот эти вот блики на черных дырках в отверстиях, они, как видите, здесь не одинаковые. Вот, теперь крайнштейн у нас выглядели довольно прикольно. И, в принципе, сама композиция смотрится приятно. Но и без проводов она теперь смотрится лучше. Только, как видим, крайнштейн у нас стоит совсем не посередине экрана. Как выяснится чуть позже, крайнштейн вообще не совсем ровный получился, и его придется тоже немножко редактировать. Вот, и у меня появилась идея изменить немного тон проводов, чтобы они так не бросались в глаза, и вообще увести их на задний план, чтобы они не рябили. То есть их как бы и нет, но они все-таки есть. То есть такая вот дилемма. Их просто нужно показать, что они есть. Чтобы игрок понимал, что это не просто какая-то доска, а что к ней подключены провода, что это какая-то электроника. И все в таком роде. Сейчас я переключился в режим SMOOC. Он более бледный, чем RGB. Но переключился совершенно случайно. Буквально, наверное, нажал, промахнулся клавишей. Вот. Но я этого сразу не заметил, поэтому оставшиеся видео буду работать в режиме SMOOC. А так, если кто не знает, этот режим включается и выключается на CTRL плюс Y. А тем временем я позиционирую вот эти провода, перемещаю их, поворачиваю влево-вправо, там, вверх ногами ставлю. И когда я нашел удачную композицию, я еще дальше увожу их на задний план, чтобы они вообще как бы нам не мешали, но чтобы игрок знал, что они там есть. И выравниваю кронштейн, на котором он стоит, уже именно посередине экрана. Всякие вырезки деталей могут нам пригодиться и выглядеть прикольно, но я решил все-таки не нагружать экран всякими мелкими деталями. Вот теперь телевизор смотрится гораздо более прикольно, мне так даже больше нравится. Только вот сам кронштейн нужно сделать теперь более синим, так как цвет внизу все-таки синий. Вот такой вот интересный фон у нас получился. Смотрится он, конечно, гораздо приятнее, насыщеннее и более интересно, чем самый первый наш вариант, где у нас были просто тайлы и однородный фон. И в принципе можно уже разрезать этот фон на части и вставлять его в игру. И когда мы его вставим, мы уже начнем рисовать именно игровые объекты. Ну а пока что, я на этом заканчиваю и переходим к следующей части. Возвращая, на мастер. ПОТАЛЬНОЕ ВСТОК МОБИЛЯ ВСТОК МОБИЛЯ Продолжение следует...